господин гиргенс здравствуйте слышите ли у нас здравствуйте очень хорошо слышно да ну вот мы являемся свидетелями того что происходит на границах белоруссии и польши литва ввела режим чрезвычайного положения связи с тем что часть мигрантов может с польской границы перейти к литовской границ какова ситуация в латвии как вы оцениваете то что происходит да спасибо но я считаю что сейчас ситуации только условно лучше чем до августа я могу вам слушателям рассказать это немножко ретроспективно вот например с наплывом нелегальных мигрантов как вы уже упомянули литва вела чрезвычайной ситуации в стране и усилил границу с поддержкой армии уже 2 июля в том времени министр мвд латвии пример говорили что ситуация в латвии хорошая ситуация контролируемая и не прогнозируется существенный поток мигрантов сторону латвии но оказалось что ситуация будет совсем другая и после того как уже границу латвии пересекли пару сотен мигрантов только через месяц точнее 10 августа было созвано первое чрезвычайное заседание кабинета министров и после его после первого соседания только через два дня то есть 12 августа наш госсекретарь мвд господин трофимов созвал первое соседание министр министерства мвд чтобы переговорить ситуацию на границе что об этом говорит это говорит что наше руководство руководство ответственное которое должна была монетировать ситуацию работать спецслужбами работать вместе с мидом то есть министерство иностранных дел и другими службами ну просто как говорится не контролировала ситуации в каком моменте когда уже говорю что очень многие перешли мигранты нашу границу все были в шоке и начали выезжать на границу снимать по телевидению пропаганду что мы же там на месте мы все контролируем все под контролем но ничего такого не было потом поступили непонятные решения по укреплению границы только современным решением то есть колючей проволокой ну это никак не способствует удержание мигрантов и хочу отметить что по всему периметру то что я и писал и говорил что нету видеонаблюдение сети нету сенсоров то есть опять же ситуация довольно сложная и мы видим что со стороны белоруссии скажем их же сотрудники мвд ну как говорится глушит сигналы по связи и мы уже видим что и больше говорит уже то что я говорил месяц пару месяцев назад что они меняют тактику мигранты выходят по маленьким группам то есть опять же говорю мешает и литовцам и поляками латвийцам совместно как-то коммуницировать да то есть это идет действительно гибридная операция второе я вижу что мне непонятно почему они не решили сразу укрепить границу с постоянной инфраструктуры почему не выкупили весь материал забора у нижнего застройщика если конечно этот материал был на складе то есть мы не видим писали не писали общались не общались ну и то что я вижу так как я очень много езжу по регионов и общаясь людьми я вижу что в скрытом виде наш министр мвд госпожа голубева с главой с главой чиновника министерства мвд ездит по регионам и ищет пустые школы гостиницы где поселить нелегалов уже на территории латвии то есть я могу уже сказать что они побывали в таких городах как скрунда в айниуды в латгалии ищется как уже говорится это действительно приспособленная инфраструктура но и том же времени чтобы усилить работу на международные отношения на дипломатические отношения чтобы наши службы общались непременно с белорусами с россией и побыстрее закончить укрепление действительно нашей инфраструктуры не 2024 году а скажем в течение года со всей сенсорами со всеми сетями видеонаблюдения так и не понимаю чем они занимаются ну и вопрос конечно примеру то есть ну можно конечно в телевидении говорить все что идет хорошо но это ответственность всего правительства и сейчас этот один из очень важных моментов которые должны были они вглубляться в деталях каждый день но это моя такая позиция что я вижу то есть если рассматривать вот события в польше и там не мелкая группа там огромная группа там до 5000 человек которые сейчас находятся около границ кто-то прорывается если что-то подобное произойдет в латвии то у нашей страны есть ресурсы для того чтобы это остановить этому как-то противодействовать или в общем мы просто разойдем руками в такой ситуации ну смотря смотря какой поток мигрантов то есть я уже когда был министром я уже предложил и сейчас своим коллегам из партии республики я сам написал изменение в законе национал обруни от эспаки да у нас есть отдельный закон чтобы они постоянно контингент нашей армии постоянно был по всему периметру границ то есть это не должно быть какой-то но это должно быть постоянное решение что наши пограничники сейчас нашей армии просто перекрывает весь периметр то есть чтобы и было видео наблюдение системы и чтобы физически наших ресурсов хватило второе еще нужно обратить внимание что евросоюз есть такая агентство фронтекс фронтекс это пограничное агентство служба которая именно занимается вопросами нелегальной иммиграции и у нас есть представители в латвии которая связной который здесь пребывает как мы видим в августе было высвано если я не ошибаюсь только пару пару чиновников от фронтекса которые здесь пребывают но я говорю что контингент фронтекса нужно и переключить на восточную границу белоруссии россии и так как конечно у них приоритет это средиземное море нелегальный поток с африки в европу то есть италия греция малта кипра и балканы но также и весь евросоюз должен дать и как и финансы такие физические ресурсы на укрепление восточной границы но где еще проблема то что я вижу аналитически мы видим что сейчас идет какая-то какой-то кризис в отношениях между польши и евросоюзом они очень бы они очень сильно защищают национальные интересы государства что почетно но последнее заявление и от премьер-министра больше что в принципе скажем так национальное законодательство выше чем законодательство евросоюза никак не способствует европу помощи европы на укрепление границ и решение скажем хотя бы финансово помочь укрепить границу и как польши литвы так и латвии то есть большой игрок в этой в этой всей саги то есть польша и мы увидим что конечно основной поток и гибридная как говорится операция идет в сторону польши литвы латвия это самая третья позиция но конечно фактор нашего на министра мид господина оренкевича его отношение поступок с флагом летом никак не способствует двухсторонним дипломатическим отношениям между латвии и белоруссии и мне такое ощущение что мы такой как эхо литвы и польши от нас ничего не зависит если бы я был бы еще министром внутренних дел я бы еще раз усилил бы сотрудничество и как с нашей а то есть более больше контингента на физического контингента на 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 этой границе сразу бы поставила ставил бы постоянную инфраструктуру а точно было бы контроля с модерными технологиями дроны видеосеть наблюдения сенсоры двухсторонние отношения дипломатические отношения с белоруссией то есть хотя бы понять можно ли что-то решить скажем чтобы это остановить но это было бы то чтобы я делал у нас звонок здравствуйте как вас зовут откуда вы здравствуйте меня зовут я из риги звоню я бы хотел задать вопрос бывшему министру господину гербинсу а вот служба охраны которой вы говорили фронтекс она как известно не раз критиковалась в европе в некоторых европейских странах за жесткую тактику выдворения иностранцев и негуманное отношение в том числе и к женщинам вот что вы по этому поводу могли бы сказать и ну опять же сама служба фронтекс это опровергала но так или иначе такие разговоры есть и вообще что касается мигрантов этих нередко называют оружием александра лукашенко гибридным оружием и так далее такое смысле обесценивание как мне кажется человеческих жизней в первую очередь потому что людей называют оружием и отношения к ним соответствующие нас в атрии миграционная политика не очень совершенно как кажется на первый взгляд возможно и ксенофобские настроения в том числе вот чтобы вы по этому поводу могли бы сказать спасибо ну я наверное могу называть себя экспертом потому что я работал в этой системе явно вот назову больные точки больные точки в том что в наша система не только мвд но и другие но другие управления состоит и состоит ну скажем на она держится на основе паров пара профессионалов то есть если мы например взял возьмем министерство мвд по политике миграции безопасность вы найдете департамент где работают например два человека а там наверное нужно было бы работать с 10-15 быть с профессиональной аналитикой то есть если кто-то заболеет не дай бог умрет или уйдет система останавливается то есть не нужно скрывать а нужно решать эти вопросы это во первых во вторых перед тем как что-то критиковать давайте-ка начнем со своих домашних работ да я считаю что граница это не ответственность одного министра мвд это ответственность всего правительства государства то есть если у нас есть общий приоритет укрепить через профессионально границу так укрепляем третье никакую границу не спасет проволока или забор даже если мы его построим его всегда охраняло их будет охранять элитарные подразделение это человек это профессионал то есть нужно или же думать как поднимать число пограничников и если у меня вообще был вопрос я много раз ходил и к финансовому министру и нашему примеру если пример не может помочь министру внутренних дел поднять зарплаты 3000 пограничникам так вообще что пример может да то есть и понятно что наша партия когда мы были правительстве я один там был никто меня не поддерживал то есть ну когда начинаются проблемы тогда давай гирген решай я их решал да но в целом от интересов государства нужно во-первых поднимать зарплаты до уровня чтобы наша армия не конкурент ну не конкурировала с подразделениями мвд то есть мы видим большую разницу даже 600 евро это ненормально то есть это нужно третье нужно дипломатические отношения нужно сотрудничать потому что в международных отношениях независимости ты друг ты враг или кто ты такой всегда есть диалог правильно но потому что так должно быть и нужно всегда делать чтобы понять какая наша политика какая наши цели как защищить защищать наш народ чисто экономически или от с точки зрения и безопасности все равно кто у нас был будет и какой режим наших соседних странах все равно должен производиться диалог это принцип международных отношений мы видим что диалог не производится идет только такое прямое односторонний риторика и то это не вся риторика мида это от риторика от господина ринкевича который занимается твиттерной дипломатии я сам за закончил школу дипломатии есть такое основание как твиттер дипломатия но наш министр внутренние то есть иностранных дел должен делать тот которая позиция все всего государства всего правительства то есть не министр внутренних дел не министр мида не может один сам что-то твиттере писать потому что может быть это не соответствует позиции сего правительства если бы было бы правительство нормальная латвии то после того то что он сделал вместе с такисом летом они бы сразу бы более были бы оба уволены а как быть с александром лукашенко потому что мы видим что происходит в соседней стране мы видим что происходит с людьми это один изолятор окрестина чего стоит да то есть как разговаривать с таким человеком который в общем по крайней мере складывается такое впечатление перешел все красные линии да я я понимаю но опять же у дипломатии есть разные стратегии понимаете я сейчас не буду разговаривать стратегии это школы дипломатии это ответственные профессионалы спецслужбы это ответственные профессионалы мидо мвд есть тактика но то что я вам еще раз говорю очень важно производить диалог если вы не едете в беларуси если вы не общаетесь послом если вы как-то не не говорите но с нашим соседям так результата не будет во-вторых нужно одну позицию каждый день каждый час общаться тогда с литвой нужно общаться с польшей нужно искать союзников евросоюза чтобы если это не только литва польша чтобы остальные страны посмотрели в сторону латвии литвы и польши хотя бы дали финансирование хотя бы дали больше ресурсов а фронтекса а девушка спросила в отношении фронтекса да ну как есть национальная безопасность то есть мы сами ответственны за свою границу и есть внешние границы евросоюза есть этот фронтекс мы со с тем что у нас и так уже не хватает пограничников мы должны их приготавливать и даже отправлять миссии фронтекс и самое лучшее что они там едут чтобы больше получить зарплату потому что зарплата фронтекса выше чем и зарплата вся зарплата работа здесь на месте в латвии то есть от нас спрашивают результат наши высоко поставленные начальства а вот как-то улучшить ситуацию там наших подразделениях но никак не готова но надеюсь я ответил на ваш вопрос то есть дипломатии дипломатии международные отношения укрепление национальных национальных интересов и конечно в национальном уровне укрепления наших пограничников и всех служб и сотрудничества но нам сейчас следует готовиться к чему-то подобному аналогичному тому что происходит в польше то есть нужно ждать такого такого броска на нашу границу как считается во первых в наше время нужно ждать всегда такую ситуацию должны быть готовы не только тогда готова тоже приходит правильно то есть всегда быть готовым как пионер конечно что вы думаете что вы будете защищать когда до нас пытается дозвониться наш зритель из вашингтона олег как я понимаю пытается пробиться если у нас возможность принять этот звонок да олег слушаем вас олег слушаем вас здравствуйте да если у нас звонок от зрителей сможете задать вопрос нашему гостю напомню что вы можете звонить прямой эфир телефон ватсап и вайбер есть на ваших экранах так что присоединяйтесь к нам звоните пишите комментируйте участвуйте сандис гиргенс экс-глава мвд у нас на прямой связи да есть у нас звонок да есть да слушаем вас здравствуйте как по завод откуда вы аликтовки это да и на леке уважаемый господин выплывший министр гиргенс да вы еще не на всяке да вы в прямом эфире задавайте вопрос нашему гостю да 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 вот я вас послушал вы создаете очень действительно очень положительное впечатление на меня честно говоря да я хотел вопрос немножко про другое сказать это не знаю при вас это было когда вы были министром или нет вот когда вы же про дипломатию сейчас говорили вот запретили въезд многим российским артистам в латвии да это подорвало экономику юрмалы да то есть много интересных концертов там отменилось много интересных функций так далее вот как вы вообще к этому относитесь я не знаю были это или не вы это не похоже вот после вашего выступления которое очень положительно я оцениваю да и очень будет вменяемый человек действительно я вижу что ну по моему хороший министр был да и не знаю ваша эта компетенция лет как вообще к этому относитесь и имели ли вы к этому запрету российских артистов в латвии какое-то отношение спасибо олег ну да начнем с того что я не принимал решение в отношении включения в черном списках российских артистов и господина лепса включил в черный список мой коллега господин рынкевич когда мы с ним общались ну так там литва включила его в черном списке просто был диалог диалог я спрашивал ну на основании чего но если есть конечно какие-то доказательства что этот например артист связан с организованная преступность ну так давайте доказательства на стол и будем включать его если нет тогда какое какое основание то есть никаких доказательств время не было но в отношении решения включения в черном списке между министра мида и министра мвд есть очень большой разница то есть если министр мида может просто включить в черный список как персона нонград а там не нужно никаких доказательств просто не нравится или я считаю что вы как-то затраги затрагивать интересы латвии национальной безопасности и в принципе это не подлежит перебжалованию то есть если и министр мвд принимает решение включения в черном списке это основывается на информации спецслужб и мое решение то есть министра мвд можно обжаловать вот эта большая разница в отношении часть второго включать или не включать артистов в черный список можно сказать очень просто если человек приезжает в латвии начинает агитировать против национальной безопасности этот первый последний и от приезд то есть если он приезжает и дает концерт и уезжает никакой проблемы не вижу тем более это нет не освобождает латвии от своего софт-пауэр есть дипломатии такой термин софт-пауэр мягкая сила и как мы видим наши интерс бусилы едет в россию и наши актеры наши певцы едут россию ну так они пусть согласуют свою позицию с министерством мида и рассказывает какая хорошая латвии приезжайте смотрите мы дружелюбны и так далее то есть латвии должна быть своя позиция софт-пауэр как развивать нашу нашу страну как развивать бренд все остальное и культура это тоже самое что культура что спорт все остальное так что мы мы кажется что мы кого-то включаем черный список а сами не способны выстроить свою школу дипломатии со своим ну скажем такое системная софт-пауэр что я в принципе считаю что так нужно делать надеюсь вопросы продолжают приходить вот иван спрашивают у вас почему усилия европейцев направлены не на рукотворную причину мигрантов и на полную изоляцию режима лукашенко она собственно уже следствие всего этого дела почему не закрыть границ республикой беларусь почему не изменить политику ну вот такой вопрос вот ивана что скажет может быть что-то я не понял как можно закрыть то что невозможно закрыть у нас сотни километров открытые переходи то что я смотрел фотографии которые нам показывают нашу границу с бутафорными столбиками и колючкой проволокой который в принципе взял спилил там же 7 метров дерева или какой-то дровизной уже перешел еще раз говорю ничего не закрыто и то что единственное держит от этого потока то есть наши последние ресурсы пограничников той полиции там работают кстати наша полиция уже ковид полиции и с мигрантами заниматься и это отразится на качество работы работы полиции она уже не успевать за своими основными функциями в отношении евросоюза когда я был министром внутренних дел мы довольно с коллегой от партии экра хелмер с эстонцем с эстонским коллегам он был тоже министром мвд сейчас уже нет но они довольно консервативного иметь вместе довольно успешно защищали интересы наших маленьких стран указывали что латвия эстония довольно маленькие страны маленькая популяция мы и так уже делаем очень много от основных функций что является и общей ответственностью всех стран евросоюза охраняем восточную границу контрабанда все остальное и мы просим поддерживать нас и никак не отягощать со своими проблемами с африкой их потоком нелегал мы всегда были за того чтобы как-то закрыть поток от африки нужно давать четкие сигналы правительством стран африки что здесь мы не приветствуем никаких мигрантов здесь не будет такой работы и будет уголовные дела будет арестоваться корабли и все будет призываться к ответственности то что я могу сказать это моё личное сейчас мнение я считаю что с одной стороны европа тем более германия как бы борется с нелегальной иммиграции но где-то по какой-то степени есть связь с организованной преступности это большой бизнес там идет миллиарды в трастовых фондов в африке они уходят и как странные в африках так и в руках контрабандистов то есть решение принимается очень медленно формально и никак не способствуется усилению усилению безопасности европы и безопасности границ всего евросоюза это очень медленный процесс ну что ж мы благодарим вас за то что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы с андис гирген секс глава мвд латвии был с нами на прямой связи спасибо вам всем здоровья